ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ, ИДЕШЬ И ЕШЬ И ПРАВИЛЬНО, НА ЕДУ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ УЖЕ НЕКОГО И КАК УДОБНО, КОГДА ТЕБЕ ЕЕ ВРУЧАЮТ ГОТОВОЮ ПРЯМО В РУКИ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ РОД И ПРОЖИВАТЬ БЕЗ ФАСТФУДА, НИКУДА ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ИНОГДА ТОЛЬКО ТАК И МОЖЕШЬ ПОЕСТЬ КОГДА С ПОЕЗДА ВСТУПАЕШЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ЧУЖОГО ГОРОДА НУЖНО ЕЩЕ НАЙТИ ТАКСИ ДОЛГО ДОБИРАТЬСЯ ДО МЕСТА И ТАМ УСТРАИВАТЬСЯ А ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС Я ПОПАДАЛА В АНЛОГИЧНУЮ СИТУАЦИЮ КОГДА ПОСЛЕ РАБОТЫ БЕЖАЛА УЧИТЬСЯ В ВЕЧЕРНИЙ ИНСТИТУТ МНЕ НА ДОРОГУ ТА ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЛО А УЖ ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО ПОЕСТЬ И ПОДАВНО ДОМ В ОДНОЙ СТОРОНЕ ИНСТИТУТ В ДРУГОЙ НИКАКИХ КАФЕ ПО ПУТИ ДА ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ И БЫЛИ ПОЕСТЬ ЗА 15 МИНУТ НЕРЕАЛЬНО НУЖНО ОЧЕРЕДЬ ОТСТОЯТЬ ЗА ЕДУ ЗАПЛАТИТЬ СВОБОДНЫЙ СТОЛИК НАЙТИ НА ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ ВРЕМЕНИ ИНЕ ОСТАНЕТСЯ А КАК УЧИТЬСЯ С ПУСТОЙ ОТ ГОЛОДА ГОЛОВОЙ Вот и подумаешь, что лучше остаться голодным или поесть вредного фастфуда Фастфуд может быть здоровой едой с одной стороны Хочется питаться здоровой едой с другой стороны Здоровая еда либо дорогая в каких-нибудь специализированных ресторанах Либо отнимает очень много времени Если самому покупать продукты и из них готовить здоровую пищу на своей кухне Почему бы не придумать фастфуд, который является здоровой едой Приготовить его правильно из натуральных продуктов И оформить в стиле фастфуда В коробочке, в стаканчике, чтобы взять ложку и поесть на ходу Мы, кстати, на работе в советское время так питались Сделаем дома салат, наложим в баночку, а на работе в обед съедаем Тоже своего рода фастфуд, только не совсем фаст Приходилось банку каждый раз мыть и салат самому делать Судя по реалиям сегодняшнего времени, когда людям все более некогда От фастфуда мы никуда не денемся Только пусть это будет не вредный, а здоровый фастфуд И богатым станет тот предприниматель, кто придумает такую еду и внедрит ее в нашу жизнь Реальный успешный бизнес по продаже здорового фастфуда В успехе подобного бизнеса я не сомневаюсь Это подтверждает успех подобной ирландской фирмы Которая придумала мороженое, составленное из сплошь натуральных ингредиентов Кокосового молока, сок авокадо, меда, орешков, какао, лимонного сока и экстракта ванили Ингредиенты, в зависимости от выбранной рецептуры, замешиваются в небольших баночках с крышкой и замораживаются По-моему, технология не очень сложная, как утверждают создатели бизнеса Но по ей Рейчел и Брайан Налан Это семейная пара Все свое мороженое они делают небольшими партиями вручную То есть, можно сказать, дома Такую еду мороженое можно продавать, как обычное мороженое на любом перекрестке города В местах скопления людей Одни будут покупать их, как оригинальное мороженое Другие, как способ перекусить здоровой пищей Такую баночку можно просто купить и съесть по дороге И это будет сытно и не вредно для организма Эта еда так понравилась простым ирландцам, что всего за год семейная пара в 6 раз увеличила производство Если раньше они заказывали ингредиенты мешками по 20 килограммов, то теперь им их доставляют поллетами Эта здоровая еда мороженое продается по всей Ирландии А бизнес начался всего-то в декабре 2013 года Их стаканчики стоят на полках многих магазинов В следующем году предприниматели собираются поставлять свой фастфуд на экспорт Рядом находится огромная Великобритания с ее 64 миллионами жителей Здоровый фастфуд в России Мне кажется, если вы придумаете аналогичную здоровую еду Она найдет такой же высокий спрос и в нашей стране Особенно если это будет не просто сладкое мороженое из натуральных ингредиентов Но и нечто более похожее на обычную еду В меру соленые, сытные, белковые Чтобы не просто потешить свой желудок, но и наесться Какие-нибудь замороженные кусочки клубники в сметане Не знаю, почему ирландцы так ополчились против простого молока Жареный арахис с мелкими кусочками вареной курицы и свежим огурцом Залитый густым мясным желе, типа холодца Или что-то еще Но начинать, возможно, нужно так же, как ирландская пара с мороженого Это всегда вкусно, всегда всем понятно Такую еду, заморозив без вреда для ее качества, можно перевозить на большие расстояния Что для России особенно актуально А потом уже можно добавлять что-то новенькое Следить за спросом Делать пробные новые продукты И либо развивать новые направления продукции Либо менять на что-то другое, более подходящее потребителям Кстати, вышеназванные ирландские предприниматели в одном интервью сказали по секрету Что они сейчас разрабатывают новую линию своей здоровой продукции И это будет не мороженое Так что следите за их сайтом Они вам подскажут, в каком направлении дальше двигаться Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»